В эфире АЛЛАТО ЛАЙФ. Продолжаем говорить на актуальной теме. В студии работает Желдош Исаков. Государственная налоговая служба при Министерстве финансов сообщила о том, что за два месяца этого года с перевыполнением плана собрала почти 36 миллиардов сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 455 миллионов сомов, уточняют налоговики. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 3,2 миллиарда сомов. Вместе с тем в Бишкейке время от времени проходят митинги против внедрения контрольно-кассовых машин, электронных счет-фактур, электронных товаро-транспортных накладных. При этом по заявлениям налоговой службы они хотели ответить на их вопросы, однако митингующие предприниматели из различных рынков города отказались от конструктивного разговора. Какова на сегодня политика государства в этом направлении, нам расскажет Алмаз Исанов, начальник управления политических и экономических исследований президентской администрации, и Вячеслав Пак, эксперт отдела исследований, разработки политики и реализации реформ президентской администрации. Уважаемые гости, здравствуйте. Здравствуйте. Алмаз Исанович, первый вопрос. Предприниматели, не платящие налоги, как правило, уходят в тени. Каков уровень теневой экономики в нашей стране? Вы знаете, очень тяжело посчитать долю теневой экономики, так как она всегда является тяжело считаемой. Есть разные методы. Для начала надо сказать, что она состоит из примерно трех секторов. Это не формальный сектор экономики, это вот когда частные бытовые услуги оказывают, они нигде не фиксируются, там уход за детьми, допустим. Нелегальный сектор – это не лицензионное производство табака или алкоголя. И ненаблюдаемый сектор экономики, он просто скрыт, не зарегистрирован. И в этом отношении даже у ведущих экономик мира всегда возникают вопросы, как же ее оценить. И вот мы сделали два исследования, согласно методике MIMIC, это Multiple Indicators Causes Model. Он говорит, что мы постепенно 47% в 2000 году довели теневую часть до 31% в 2021. И соответственно, есть другой метод, он мне кажется более точный, потому что он измеряет использование наличных денег для обслуживания операций в экономике. Тоже эта формула, в принципе, часто применяется, она называется метод Гутмана. И она говорит уже о других цифрах. Если у нас в 2000 году теневая часть достигала просто огромных размеров, была больше, чем официальная, то сегодня мы можем говорить о 72% части теневой экономики. Уже та часть, которая платит налоги? Это та часть, которую мы не видим. Как раз она и не платит налоги. Она наоборот не платит. Почему такие цифры? Я опять же говорю, что теневую часть можно только по косвенным признакам посчитать. Но мы можем говорить, что феномен теневой экономики иногда в кризисное время, он, так сказать, играет положительную роль. Видите, часть экономики, которая не платит налоги, но в то же время дает рабочие места. Создается покупательная способность. Она является таким буфером при резких изменениях. И в этом отношении, мне кажется, ей тоже можно сказать отчасти спасибо, потому что последние кризисы мы прошли довольно гладко. Вы имеете в виду пандемийные тоже в том числе? Да, и события в Восточной Европе и так далее. То есть, когда государство строит экономику на демократических принципах, то и теневая часть, она тоже строится на принципах рынка. А рынок всегда быстро реагирует. И мы всегда говорили, что малый и средний бизнес – это двигатель нашей экономики. Он ориентирован на экспорт, он может осваивать новые инвестиции. Но для классики развития мы не можем терпеть такой дисбаланс долго, понимаете? Потому что государству нужны ресурсы, чтобы строить инфраструктурные проекты, чтобы выполнять основную свою функцию – это перераспределение. Когда доходы государства уходят на школы, на пособия, пенсии, поддержание здравоохранения, образование и, наконец, обороноспособности страны. Для выполнения собственных функций. Так точно. Поэтому здесь как бы дорога с двумя направлениями. И бизнес должен смотреть это как неизбежную положительную тенденцию. И государство должно придерживаться, мы так называем, политикам мягкого входа, когда через цифровые механизмы, через субсидии, такие как кэшбэк, какие-то лотерейные вещи, которые мы сейчас вводим. Вот это все должно поддерживать вот этот диалог конструктивный. И когда бизнес поймет, что государство тратится на них же, возникает добрый круг, мы это называем. То есть нам нужно еще несколько циклов провести, чтобы восстановить то доверие между бизнесом и государством, которое 30 лет разрушалось. А вообще какие аргументы приводит вот та сторона, которая не хочет, например, вводить контрольно-кассовые машины, ККМ, ЭТТН? Вот уж какие аргументы приводят они, какие аргументы приводите вы? В администрации президента четко понимают ситуацию, мы отслеживаем часто вот эти события, которые происходят в последние дни, месяцы, недели. Они происходили и тогда, и даже сейчас можно похвалить митингующих, они более дисциплинированы стали. Идет такая и риторика другая стала, и есть возможность с кем-то из них переговорить. Как бы на английский манер, они приходят, высказывают... Да, мы уже провели ряд встреч, вот завтра председатель кабинета министров, он проведет отдельно встречи с представителями рынков. И здесь проблему надо разделить на четко две половины. Первое, это вопрос механизмов. Конечно, когда вводятся новые механизмы цифровизации, это требует время как со стороны налоговой или таможенной, так и со стороны бизнеса. Потому что такой поток информации, ну, возможно, техника или люди не готовы. Вот здесь надо отметить, что на местах представители государственной власти тоже не всегда готовы этически подойти. Это не карательный орган, он рекомендательный. Поэтому мы новый налоговый кодекс разрабатывали именно с этих принципов. И вторая часть проблемы, это есть часть, ну, бизнеса или, скажем, я даже бы сказал, это какие-то ассоциации, у которых есть порочный менталитет, да, связи, так сказать, которые 30 лет уже существовали, просто нет желания платить и все. Ну, тогда это уже антиконституционное желание, понимаете? То есть, для тех, кто хочет хотя бы в принципе в будущем платить налоги, мы договоримся. Мы найдем механизмы, чтобы это было удобно. Может быть, постепенно, да? Да, и вы знаете, мы должны смотреть, как это творилось в других государствах. В некоторых странах неуплата налогов приравнивается к преступлению, как убийство. И в этом отношении, вот, Вячеслав тоже подтвердит, наши ставки налоговые, они одни из самых низких. В этом отношении у нас есть куда идти, но реформа всегда больна. Да, реформы всегда приходят с натяжкой. Что вы скажете, Вячеслав, по этому поводу? Почему, вот, Алмазан Свердиневич сказал, что есть действительно порочная практика некоторой части бизнеса общества, которая не хочет платить, а что можно сказать о тех, которых можно убедить, которым можно привести доводы, аргументы, и они в итоге придут к тому, чтобы, как в цивилизованных странах, платить налоги? Да, нужно понимать, что мы живем в цивилизованном обществе, и современные тенденции, хотим мы этого, не хотим, мы к этому приходим. Есть очень хорошее выражение, что налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. И тут нужно очень важно понимать, что вот про добрый круг, который только что было озвучено, Алмазан Свердиневичем, ведь те налоги, которые мы платим, мы платим в первую очередь для своих же граждан. Государство выполняет основную свою роль, роль перераспределения денежных средств на нужды общества. Детские дома, то есть для социальных условий населения, инфраструктура, для развития экономики. Все верно. И ККМ в первую очередь – это вопрос больше не о налогах, вопрос не об экономике, вопрос об ответственности, о своей гражданской ответственности, о налоговом патриотизме. Это такие же обыденные вещи, как, допустим, парковать машину на положенном месте, не на тротуарах, не мусорить на улице, уступать место старшим в автобусе. И нужно сказать, что у нас по статистике проведено было исследование, 77% граждан нашей страны поддерживают применение контрольно-кассовых машин. А вообще мы уже увидели эффект от применения ККМ, и каков этот эффект, можете нам сказать? Наверное, давайте я здесь начну с очень важной цифры. Вот дефицит бюджета наши международные доноры предполагали выше 5%. Наш министерство финансов предполагало 3.2%, но мы сейчас достигли 1.1%. То есть получается механизмы уже работают. Мы пришли к более положительным цифрам. И вы знаете, в прошлом году 7% роста экономики, это тоже из-за государственных расходов, которые беспрецедентно за последние 30 лет были вложены в сектора, которые быстро дают экономический эффект. Допустим, 20 тысяч битума было куплено, построено 15 школ, это только в Бишкеке, да, один садик, были увеличены заработные платы, рост по заработным платам это где-то 32 миллиарда сомов, по пенсиям 5,5 миллиарда сомов и пособия 5,4 миллиарда сомов. Когда это стало возможным? Когда мы правильно начали выполнять функцию перераспределения. Вы знаете, последний конфликт на нашей границе. Если бы со стороны главы государства, со стороны кабинета министров не были куплены определенные, значит, обороноспособные... Вооруженная техника. Да, мы бы, может, возможно, сейчас бы в другой ситуации. Поэтому здесь мы должны понимать, что налоги это положительная функция, это ваше завтрашнее право на счастливую жизнь. Вот, кстати, если говорить о приоритетах, например, среди даже моего окружения есть люди, которые, может быть, не поддерживают политику государства в одном направлении, здесь сомневаются, но почему-то, что касаемо социальных выплат и особенно обороноспособность страны поддерживают все. Не понимают, что это наше будущее, надо уже сейчас готовиться, как всегда, готовься к войне, жди мира, да? Да, или кто не кормит свою армию, кормит чужую. Здесь очень важно понимать, что для маленькой демократичной страны, как Кыргызстан, очень важно поддерживать государство, потому что оно работает в той зоне, зоне, где бизнес пока не может работать, это зона больших циклов, когда мы должны реализовывать проекты, такие как железная дорога, да, Китай, Узбекистан, когда мы должны построить крупнейшую ГЭС, когда мы должны вкладываться в дороги, в госпитали, в школы. А эти циклы, они, видите, дают эффект через 20, 15, может, через 10 лет. Поэтому вот такие большие циклы может выдержать только государство. Поэтому оно должно получать доходы, которые правильно будет распределять в экономике. А вообще в этом году какова тенденция по уплате налогов? Вы ее в каких пределах прогнозируете и на что они будут направлены? Здесь мы должны вспомнить, что данный кабинет министров, он приходил с определенными обещаниями. Вот в прошлом году мы должны были собрать 400 миллиардов, а собрали 403 миллиарда самов. В этом году у нас планка 500, и в следующем это будет 600. Причем это при нормальном стечении обстоятельств. То есть есть многие параметры экономики, которые мы никогда не превышали. Допустим, инвестиционная емкость экономики по нашим подсчетам составляет 1 миллиард долларов. И странно, что другие деньги, которые могли бы быть инвестицией, добавленные в экономике, они не находят здесь приземления. Вот над этим мы сейчас активно работаем. Потому что мы должны догнать и где-то быть на уровне хотя бы региона, имея такого крупного соседа, как Китай. Мы видим, каких экономических ростов наши теперь дружественные страны достигают. Продолжение следует...